МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. В начале выпуска тревожные новости от Государственного комитета по делам ГО и ЧС. Установившаяся жаркая погода стала причиной трагедии на воде. На сегодняшний день по республике потеряли мы 17 человек. Из 17 трое детей. Первый случай в Канадском районе, когда ребенок катался на велосипеде, упал в пруд, захлебнулся водой. А сегодня Янтиковский район, группа детишек от 5 до 10 лет купались в местном пруду. И, к сожалению, двое девочек, одной 5 лет, другой 10 лет, не могли выбраться. Пока остальные побежали за взрослыми, они захлебнулись, утонули в этом несчастном пруду, к сожалению. Из 14 взрослых, которые имеем печальную статистику, практически 13 человек утонули из-за купания в нетрезвом состоянии. И все они купались в необорудованных местах. Как взрослые, так и дети. Поэтому убедительная просьба ко всем гражданам Чувасской республики, прежде всего, к родителям, чтобы детей без присмотра в эту жаркую погоду купаться не отпускали. Потому что, когда они без присмотра, действительно забывают о мерах безопасности. Аномальная жара вынудила власти республики ввести в Батревском районе республики режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий засухи привлечены 6 единиц техники и 16 человек. Последний дождь в районе был в мае. К другим новостям. Как провести операцию с минимальным риском для пациента? Сделать так, чтобы он быстро восстановился, сохранил мобильность и не получил осложнений? Сегодня эти и другие вопросы обсуждают ведущие травматологи республики России и мира. В Чебоксарах в Федеральном центре травматологии и эндопротезирования открылась межрегиональная научно-практическая конференция. Современные аспекты эндопротезирования крупных суставов. Конференция проходит уже в седьмой раз. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования регулярно собирает ведущих специалистов в этой области. В течение дня они обсуждают технологии замены компонентов тазобедренного и коленного суставов, снижение рисков. Главная тема, которую мы здесь поднимаем, это инфекция. И я расскажу о нашем опыте, о том, как мы работаем с инфекцией, какие у нас протоколы существуют для того, чтобы определить инфекцию. Также большая часть конференции будет посвящена вопросам костных дефектов и выбора связанности эндопротезов, чтобы вы поняли, связанность – это типы эндопротеза и стратегии хирургического лечения, которые мы выбираем. Инфекционные осложнения – острая проблема эндопротезирования. Как показывает практика, это наиболее грозное и финансово затрадное последствия операции. Именно опыт специалистов поможет в будущем снизить процент осложнений. Это больше, конечно, практический, но тем не менее обсуждается невозможность сейчас разделить отдельно практику и без науки. Вещи, которые мы используем, должны быть научно доказаны. Здесь это делается или используют данные, которые делают коллеги – не суть. Главное – пользуются теми вещами, которые доказаны, которые реально эффективны. Поблагодарить специалистов за работу на конференцию приехал и временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. По линии модернизации здравоохранения огромные финансовые средства вложены, миллиарды рублей, три уровня медицины, вы об этом знаете. Мы завершаем проект строительства 100 ФАПов в этом году за два с половиной года, чтобы на уровне населенных пунктов, на уровне первого звена была выявлена, на ранней стадии, допустим, любые болезни через дистанциализацию, чтобы врачи могли определять диагноз. Если нужно, где-то какие-то процедуры лечения назначить, то, конечно, это все тоже делается. Федеральный центр травматологии и ортопедии в Чебоксарах работает уже 8 лет. Подобные встречи с ведущими хирургами-ортопедами мира здесь проводят каждый год. Участники конференции уверены, что обмен опытом, мастер-классы, современные операции позволят российским хирургам наработать необходимую квалификацию, что в конечном итоге откроет перед пациентами новые возможности. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Российским регионам не хватает средств на исполнение так называемых майских указов президента, сообщили в прошлом месяце федеральное информагентство, ссылаясь на счетную палату России. О том, как обстоят дела в Чувашии, говорили сегодня на заседании рабочей группы. В стране наступили непростые времена, однако реализацию указов Владимира Путина от 7 мая 2012 года никто не отменял, как собственное обеспечение сбалансированности республиканского бюджета. В целом, конечно, сначала реализация майских указов президента Российской Федерации. С 2012 года у нас расходы увеличились на 3,5 миллиарда рублей, или 2,3 раза. Если в 2012 году на реализацию майских указов мы отправили 2,6 миллиарда рублей, то плановые значения по 2015 году они составляют уже более 6 миллиардов рублей. Такую же сумму мы расходовали в прошлом году. Основные расходы по заработной плате больше всего она должна вырасти у социальных работников, воспитателей, работников учреждений культуры, учителей, врачей, медперсонала. И здесь нельзя отступать от дорожной карты, отметил председатель кабинета министров Иван Маторин. Еще один вопрос в повестке дня обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан. Несмотря на все принимаемые правительства, меры цены на медикаменты растут. Наибольшую сумму по обеспечению лекарствами в Чувашской Республике составляет закупки препаратов для обеспечения стационарных пациентов. Отдельным блоком идут пациенты, которые получают препараты по ВЕЧ и туберкулезу за счет федерального бюджета. Прогнозно на 2015 год сумма у нас идет финансирование больше, чем было в 2014 году. Алла Самойлова отметила, еще совсем недавно министерство не было уверенности, что средств бюджета хватит на обеспечение лекарствами всех нуждающихся в них категорий граждан. Однако на эти цели Республика получила дополнительно 104 миллиона. Из них 33 миллиона пойдут на лекарства на обеспечение инвалидов и 71 региональных льготников. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Татьяна Раевская, Республика. В Самаре под председательством полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича прошло заседание Совета Приволжского федерального округа по противодействию экстремизму и терроризму в современных условиях. Работала на Совете и наша съемочная группа. В регионах Приволжского федерального округа удалось выстроить эффективную систему противодействия терроризму, отметил Михаил Бабич. Стабильная обстановка в ПФО сохраняется на протяжении многих лет. Все это результат слаженной деятельности правоохранительных структур. Но очистить округ от радикально настроенных структур в полной мере пока не удалось. Для борьбы с ними необходимо скоординировать действия всех уровней власти. Должна быть налаженная эффективная работа антитеррористических комиссий и оперативных штабов. Взаимодействие оперативных штабов с антитеррористическими комиссиями, которые охватывают и анализируют, мониторят всю ситуацию в каждом отдельном субъекте федерации и дальше накладывают планы специальных мероприятий на планы органов государственной и муниципальной власти, позволяют добиться того эффекта, который мы сегодня имеем. Режеское снижение сегодня напряженности в взаимоотношениях между людьми, различных конфессиональных, межнациональных отношений, конфессиональных отношений. А самое главное, что, несмотря на то, что раскрываемость и выявление преступлений экстремистского, террористического характера повысилась, это просто вопрос эффективности работы правительных органов, но их острота и их последствия, они сегодня значительно, конечно, снижены. Необходимо помнить и о другой угрозе. Полпред отметил, что против России ведется настоящая информационная война. По сути, сейчас именно интернет стал основным проводником по распространению экстремистской идеологии. Участники окружного совета предлагают усилить профилактическую работу. Мы приобрели наработанную практику работы на местах, и хоть мы и критикуем муниципальные образования, но в Приволжском федеральном округе и муниципальные образования имеют опыт этой работы. И поэтому решение, которое было принято на заседании Национального антитеррористического комитета, сегодняшнее решение – это хорошая программа на ближайшее время. И на базе этой программы можно развернуть те мероприятия, которые предусмотрены комплексным планом противодействия идеологии терроризма, подписанным президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. На заседании окружного совета обсудили и вопросы обеспечения безопасности на чемпионате мира по водным видам спорта и саммите ШОС. Михаил Бабич отметил, что регионам может быть полезен и опыт Чувашии. Командный чемпионат Европы в столице республики прошел на самом высшем уровне, говорят многие гости. Михаил Жбанов, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика из Самары. На День республики в Чувашию приехало много гостей, в том числе и зарубежных. Большинство делегаций совместили приятное с полезным. И на праздники побывали, и о сотрудничестве с руководителями республики и столицы Чувашии поговорили. О том, что общего у нашего региона и далекой Италии, в следующем материале. Предприниматели Италии осудили санкции в отношении России. Итальянцы намерены опротестовать санкции ЕС против России. Такими заголовками пестрит интернет. Пожалуй, лучшее подтверждение искренности высказываний. Большая итальянская делегация, которая прибыла в столицу Чувашии накануне Дня республики. Добрый день, уважаемые гости. Вы привезли к нам не только теплую, но и жаркую погоду. Мы говорим, что Чебоксары – это сердце России, в центре России находимся. Именно Чебоксары стали столицей релейной и электротехнической промышленности. Кроме того, здесь и в городе Спутники, но в Чебоксарске развито машиностроение, пищевая и химическая промышленности. Строительство, рассказал гостям Леонид Черкесов. По результатам прошлого года Чувашия заняла первое место в Приволжском федеральном округе по объему введенного жилья на одного человека. Мы знаем, что итальянцы – хорошие строители, использующие новые технологии. Я думаю, что ваш опыт здесь пригодится. Самое главное, наверное, это производство новых, по новым технологиям строительных материалов. Я представляю группу «Звир». Это предприятие производит химическую продукцию для строительства. Мы познакомились в один из этих дней с партнером, который заинтересован в нашей продукции. И я надеюсь, что это сотрудничество принесет свои плоды. Мы произвели встречу с ЗАО «Кетра». И по итогам этих переговоров мы назначили вторую встречу в Риме с 15 по 20 июля. И входит встреча, будет договариваться совместный производство по строительным снижениям. История Чувакса. Еще одна точка соприкосновения в области строительства – подготовка кадров, проектировщиков, конструкторов и архитекторов. Чувашский государственный университет имени Ульянова планирует наладить обмен студентами. Готовы сотрудничать с республикой профессора одного из крупнейших университетов Европы – Ла Сапиенца. Мне бы хотелось выразить свои комплименты администрации этого города. И мне кажется, что этот город очень организован и в нем удобно жить. Я преподаю в университете Сапиенца. Мы даем знания как с точки зрения проектирования, так и с точки зрения новых технологий в строительстве. Кстати, возможно, итальянцы помогут бороться руководителям столицы Чуваши с национальной бедой. Дело в том, что в Италии хорошо строят дороги, причем еще со времен Муссолини, считают специалисты. В нашей стране, в частности в республике, их опыт явно не будет лишним. Пробудет делегация в Чебоксарах до конца недели. Санкции, да, конечно, это большая проблема сейчас, но в Италии, сейчас мы очень много работаем здесь, в России, наше итальянское посольство. И мы должны очень много работать против санкций, потому что это наша миссия здесь. Да, итальянские бизнесмены, естественно, против, потому что это никому не ведет положительную сторону. И мы стараемся все равно развивать отношения коммерческие. Поэтому вот наш бизнес-визит, мы хотим им показать, что Италия настроена на отношения. В движении на 22-й конференции Чувашского отделения партии «Единая Россия» кандидатура Михаила Игнатьева на должность главы Чуваши по-прежнему остается темой номер один. Об этом говорят участники конференции. Если говорить Михаила Васильевича Игнатьева, он сам Бог велел работать руководителем или, значит, главой республики. Он и здоров, и все уже, скажем, и морально, и психологически, и по всем канонам он готов. Самый лучший кандидат. От добра добро не ищут. Вот все. Нам надо стабильность и нам надо работать. Меньше говорит, больше работает. А вот Михаил Васильевич, как раз такой человек. Для меня, для республики, наверное, очень этот решающий момент. Тем более для партии «Единая Россия». Мы, конечно, орган такой стабильности, который хотим, чтобы старшее поколение жило спокойно, без каких-либо переживаний. Мы убедились. В предыдущие пять лет под руководством Михаила Васильевича движения, положительные, позитивные движения в республике были достигнуты. Нам в Чувашии нужна стабильность, чтобы наша республика развивалась. И мы рады, что наш глава республики, Михаил Васильевич Игнатьев, будет баллотироваться на второй срок. Мы, конечно, общественницы, обязательно его поддержим и призываем всех жителей республики поддержать его. 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. В 1987 году Генеральная ассамблея ООН учредила этот день, чтобы объединить усилия в создании международного общества, свободного от наркотиков. Так получилось, что в канун этого дня сотрудники УФСКН по Чувашии выявили факт незаконного хранения 900 граммов наркотиков. Наркополицейские задержали новочебоксарца при попытке сбыть гашиш. Война наркотикам объявлена на всех фронтах. Одним из действенных способов борьбы с этим злом, по мнению специалистов, является профилактика. Сегодня в Чуваксарах прошел республиканский фестиваль, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. В фестивале участвовали молодежные объединения республики, волонтерские команды здоровья и творческие коллективы. В рамках антинаркотического фестиваля прошел республиканский конкурс на лучший проект по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Волонтер года». Незаменимыми помощниками наркополицейских в Чувашии стали курсанты детской полицейской академии. А в конкурсе агитбригад победители активисты Цивильского района. Сегодня после выпуска новостей и сюжетов с выставки «Регионы. Сотрудничество без границ» смотрите интервью начальника управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Чувашии Евгения Барсукова. Пеликаны, которые пострадали от рук чебаксарцев, сейчас в безопасности. Не прошло и недели, как этих птиц выпустили в залив, а им уже требуется серьезное лечение. Наша съемочная группа проверила, в каком состоянии сейчас раненые птицы. Сейчас пеликанов лечат в зооуголке парка имени Николаева. Их принудительно кормят, колят ими антибиотики и глюкозу, пока они не в состоянии даже вставать. Одного пеликана накормили фастфудом, и он сейчас пережил очень сильное отравление, то есть очень сильно отравлен был. Даже вот сейчас под съемку делали, он даже с трудом встает, падает, пока еще ест принудительно, то есть мы принудительно кормим. То есть те транжиры, которые используются при приготовлении фастфуда, они убийственные для животных. Второй пеликан у нас чуть дольше продержался на Чебаксарском заливе. Попал, люди позвонили, вызвали нас, пригласили, что пеликан в тяжелом состоянии, окровавленный лежит. Начали писать страшные вещи на одном из чебаксарских форумах, что в него стреляли из пневматики, убили. Но выяснилось так, что, скорее всего, пеликана кто-то напугал, и он пытался продраться между решеткой, которая закрывает верхний залив и нижний залив, мы это предполагаем. И у него рваная рана шеи, которую пришлось зашивать. После такого отношения к животным резонно возникает вопрос, а так ли необходимо чебаксарцам птицей, которых они пытались отравить или напугать? Может, стоит оградить пернатых от негуманного, нецивилизованного отношения? Люди у нас, к сожалению, не могут нормально смотреть на те блага, которые создает им и администрация города, и другие люди. И поэтому пытаются почему-то все как-то навредить. Может быть, я надеюсь, что это от простоты душевной, а не со злого умысла. Георгий Богуславский пока не может дать точный ответ, где будут жить птицы после выздоровления. Наверное, однозначного ответа нет. Конечно, да, нужно людей воспитывать, нужно прививать стремление к прекрасному. И, может быть, с детства надо объяснять, что кто есть, что ест и так далее. Я думаю, что возможно выпустить птиц на заливе, немножко отгородив их от людей. И, наверное, до того момента, пока люди у нас не станут более, наверное, цивилизованными в этом плане, тогда мы, может быть, сможем чуть-чуть быть ближе к странам, где ходят олени среди нас, и никто не пытается их стукнуть там палкой, сумкой или поймать и съесть. В ближайшее время в Чебоксарах должна приехать пара розовых пеликанов. После инцидентов с этими птицами становится страшно за судьбу новых. Но еще страшнее задушить тех, кто это сделал. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. Сегодня в Чебоксары приехала известная спортсменка, вопс-листка Ирина Скворцова. Несколько лет назад на сборах она получила серьезную травму и сейчас работает над проектом реабилитации спортсменов-инвалидов. Ирина примет участие во Всероссийском Олимпийском дне, который пройдет на центральном стадионе столицы Чувашии 27 июня. Это, на самом деле, пример для многих. А вот какие пожелания, можно сказать, юным спортсменам и начинающим? Не сдаваться, поставить цель. Даже если у вас что-то не получилось, у вас, значит, получится в следующий раз. Главное не опускать руки, потому что без поражений не бывает побед. Но есть возможность в паралимпийский спорт уйти и показывать там результаты. У нас очень многие спортсмены, которые занимались обычным видом спорта, после травмы уходили в паралимпийский. То есть я лично знаю несколько. Так что это уже выбор каждого. Репортаж о предприятиях, участниках выставки «Регионы сотрудничества без границ» вы увидите далее. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. И удачных вам выходных. Дом от фундамента до отделки. Компания «ГИС-21» на строительном рынке Чувашии и Республике Мариел с 2012 года. Специалисты фирмы строят дома из любого материала – дерева, кирпич, монолитные плиты. Что заказчик пожелает? Проект готовят под ключ. Сначала инженерно-геологические изыскания, потом подготовка площадки под строительство, а затем, собственно, стройка. Система выполнения заказа продумана до мелочей. Специалисты компании «ГИС-21» регулярно повышают свою компетенцию. Наши квалифицированные специалисты сделают и построят вам дом такого качества, в котором вам захотелось бы жить всю жизнь, вы бы радовались в этом доме. Компания «ГИС-21» имеет свою базу проектов. Каждый сможет найти что-то свое из 70 представленных в каталоге. Если же у вас собственная идея и вы индивидуалист во всем, то проектный отдел компании «ГИС-21» создаст проект конкретно под вас. Если мы возьмем данный представленный дом на макете, мы его строим порядка от 4 до 6 месяцев. Дома строим под ключ, в любой готовности сдаем, как под крышу, так и с внутренней отделкой. То есть, что значит под ключ? Под ключ – это вся внутренняя отделка, включая сантехнику, электрику, готовый дом к проживанию. Что еще немаловажно, на стройке всегда присутствует бригадир и мастер. Они следят за качеством работ и всегда на связи с заказчиком. А также мы производим благоустройство участков, что включает в себя. То есть, это монтаж заборов, калиток, планировка участка, отмостка, брусчаточка, укладка брусчатки. Тоже, скажем так, канализационные работы, установка септиков, подводка воды, подводка электричества. Со всеми проектами, а также отзывами заказчиков можно познакомиться на сайте giz21.ru. В дни выставки региона «Сотрудничество без границ» Чуваш Кредит Промбанк презентовал две новые акции. Первая носит название «Развивайтесь нами». Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, у которых пока не открыты счета в Чуваш Кредит Промбанке, предлагаются льготные условия обслуживания. Наши жители Чуваши, посетившие выставку, смогли поучаствовать в акции «Удачный платеж». Для этого нужно было оплатить услуги не менее двух организаций через терминал. Через терминал я оплатил услуги интернет и телефон. На самом деле, в первый раз. Очень удобно, процентами взаимаются. Я думаю, дальше буду пользоваться услугами терминала Чуваш Кредит Промбанка. Итоги акции подвели сегодня на выставочном стенде Чуваш Кредит Промбанка. Среди участников разыграли 8 карт без наличной оплаты покупок и услуг номиналом 1000, 5000 и 10 000 рублей. Я оплатила интернет и положила сыну на телефон и выиграла 10 000. Я надеялась, я почему-то была уверена, что я выиграю. Услышал рекламу, я не помню, только телевизор, радио, там все время шла реклама. Решил поучаствовать, попробовать. Почему бы и нет. Удача улыбнулась. Кстати, карты Чуваш Кредит Промбанка номиналом до 15 000 рублей можно приобрести во всех офисах банка. Их удобно дарить в день рождения или в другой знаменательный день. От большинства подарочных сертификатов предоплаченная карта отличается тем, что ее действие не ограничивается одним магазином. На этом акция «Удачный платеж» не заканчивается. Совершайте платежи через наш терминал до 30 сентября 2015 года и вы можете выиграть сертификат на бытовую технику. Терминалы оплаты находятся во всех офисах Чуваш Кредит Промбанка. Подробности по телефону 309 327 309 349. Продолжение следует...